В этом сезоне дачникам республики не очень везет, и речь не про погоду. Дело в том, что садоводы и огородники – это в основном пенсионеры, которые входят в ту или иную льготную категорию граждан. А льготные проездные с этого года отменили. Вернее, как отметили в Министерстве труда и социальной защиты, изменился механизм предоставления льгот. О том, во сколько теперь обойдется собственноручно выращенный урожай, Ольга Пырочкина. Один раз съездили, посадили, второй раз – с такими ценами на билеты поедут уже собирать урожай. Грустно шутят подруги по несчастью – дачницы Нина Александровна и Анфиса Михайловна. Проезд до их участков в один конец стоит больше 60 рублей. Если ездить хотя бы через день, в месяц выйдет около 2000. Впрочем, этим дачницам относительно повезло. На данном направлении, на деревне Шоркино, можно купить проездной. Я вот купила, потому что мне каждый день приходится ездить, 1727 рублей. Проездной я купила. А раньше мы 600 рублей платили. Вот сейчас хоть куда можно было. Мы таким с удовольствием. Там как-то это было. Сейчас один очень. 600 рублей до этого года стоил единый, так называемый ветеранский проездной. Он позволял ездить по городу на троллейбусах, автобусах и по межмуниципальным маршрутам. Как раз на дачу. При такой цене основной перевозчик Чуваш Автотранс возил людей в убыток себе и оказался в шаге от банкротства. Теперь проездные льготники покупают по полной стоимости, а затем им компенсируют часть затрат. Если раньше льготники, имея при стоимости проездного билета 750 рублей или 700 рублей, оплачивали сразу 600, только 600 рублей, а остальные 150 рублей возмещал бюджет, то на сегодня, как мы уже сказали, для введения более адресной поддержки, значит, определения нуждаемости населения, значит, введен другой механизм. Сначала наши ветераны покупают проездной билет за 750 рублей, и после этого мы оплачиваем им 150 рублей из бюджета республики. 750 рублей – это Сергей Димитриев говорит про автобус по городу. Если гражданин льготной категории решит купить два проездных, например, на автобус или троллейбус по Чебоксарам и на дачу, то компенсацию в 20% все равно получит только по одному из них, и не более 150 рублей. В то время как стоимость проездных по дачным маршрутам может доходить до 3,5 тысяч. И то купить их можно только по 26 маршрутам следования из Чебоксар и Новочебоксарска. Частные перевозчики проездные не продают, а нет проездного, нет и компенсации. Хотим еще раз обратить внимание, что в той сумме пенсионной, которую получают на данный момент граждане, уже заложено как минимум 500-600 рублей. Это было с 2005 года заложено транспортной составляющей. Просто про это потихоньку все забыли. Помнят ли пенсионеры про данный факт или нет – результат один. Для многих, учитывая другие расходы, например, налог на землю, выращивать свои овощи теперь накладно. Вот я сейчас отдала проездную, да, а потом 2 тысячи сейчас в конце мая будем за землю платить. 5 тысяч за месяц, да я на базарец с головкой все куплю. Так или иначе, главная задача Минтранса – обеспечить перевозки, чтобы люди физически могли добраться до той или иной точки республики. В убыток ни одна компания пассажиров возить не будет, а значит, чтобы автобусы не перестали ходить совсем, жителям придется изрядно опустошить свои карманы. Из хороших новостей. С 1 июня можно будет купить проездной на пригородный железнодорожный транспорт. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Расиль Мухаметов, Республика.